Однокомнатная квартира для студентки от прекрасных и заботливых родителей. Смотрим! Вот всем бы таких родителей друзья, которые купят квартиру своему любимому чаду, закажут дизайн, сделают ремонт. Эх, мечта! Всем желаю! Ну а сегодня я вам рассказываю про планировку, которую я делал для девушки-студентки по заказу ее родителей. Возможно вам тоже пригодится, друзья. Поэтому давайте смотрите, шлите это видео своим друзьям и знакомым. Итак, обратились ко мне с однокомнатной квартиры и попросили расставить мебель, не делая перепланировки, не ломая стен, ну потому что не хотят тратить лишних денег. И так как бы все хорошо, сказали мне заказчики. Перечислили список хотелок, а именно кухня-гостиная с диванчиком, отдельно стоящим столом, место где можно поработать, то есть поделать уроки, спальня с полуторной кроватью, ну зачем больше-то, шкаф где хранить одежду, удобный санузел и напомнили, ничего не переделывать, никаких стенок не ломать. Вперед Иван, сказали мне и я сорвение взялся за дело. Давайте посмотрим, что у меня получилось. Итак, чем нас удивит застройщик на этот раз? Я напоминаю, однокомнатная квартира для студентки. Попадая в квартиру, мы сразу же очутимся в коридоре, в котором раз, два, три, четыре, пять дверей. Что-то мне это напоминает. Какой-то магазин дверей. Много дверей. Но хорошо, что хоть кладовка есть. Гардеробкой это назвать сложно, но тем не менее, есть место, где хранить одежду. Дальше небольшая ванная, всего лишь 3,7 квадратных метра. Далее спальня, 14,5 квадратных метров и кухня-гостиная 20 квадратных метров и еще полметра на сдачу. Итак, как в этих условиях поступить, как расставить мебель, чтобы ничего не менять, а получилось круто. Ну, давайте с прихожей начнем. В прихожей, ну, естественно, ничего я так и не поменял. Только убрал одну дверь, которая вела в эту самую кладовку. Ну, зачем она нужна? Для того, чтобы ее было незаметно. Красьте там все в темный цвет и все. Наши глаза не смотрят там, где темно. Лайфхак. Итак, по одной стене мы сделаем вишела. Там пускай висят нормальные, значит, на плечиках одежда и прочее. По другой стене набьем гвоздиков и будем вешать то, в чем сегодня пришли. Понятно, да? Снизу обувь расставим. Тоже все удобно, в принципе, получается. В торце этого самого коридора необходимо повесить зеркало для того, чтобы можно на себя посмотреть перед выходом, а во-вторых, чтобы пространство расширять за счет отражения. Только зеркало. Ну, ни в коем случае, пожалуйста, не вешайте. Просто вот зеркало, вот просто как зеркало. Ну, купите красивое, вот с какими-то резной рамой или какой-то дизайнерское. В общем, выпендритесь как-то и тогда квартира станет уже немножечко дизайнерской. Понимаете? А все вот эти вот безликие зеркала, которые и так мимикрируют в интерьер и их не видно, ну, это же скучновато. Правда? Плюс к зеркалу необходимо добавить пуфик. Это очень удобно, когда можно сидя одевать обувь. Далее идем по коридору, попадаем в ванную комнату. И здесь, конечно же, я все переставил, потому что то, как было у застройщика, ну, терпеть невозможно. Ванна, раковина вот такой сенького размера. Все застройщики рисуют вот такой ширины раковину. Ну, ребята, ну ни у кого же такой нет, никто такую не хочет. Правильно? Далее идет унитаз и в углу стиральная машина. Отвратительно. Стиральную машину убираем. Она здесь вообще не нужна и вам не нужна. Зачем вам вот этот технократический прибор, который вот что-то там стирает? Короче, я его отсюда выкинул и поставил на кухню. Об этом позже. А пока про ванну. Чтобы сделать ванну красивой и удобной, что нужно сделать? Ну, во-первых, пусть ванна-то останется, в которой можно и полежать, и душ принять. Напротив, к сожалению, моему большому пришлось оставить унитаз. Хотя я так не делаю почти никогда. Но здесь таковы условия, что по-другому, ну, просто никак. Зато по другой стене мне удалось сделать огромную столешницу от стены до стены, врезать в нее раковину и можно сделать зеркало прям во всю стену. Представляете, как это удобно? Огромная столешница, на которой можно все-все-все-все-все-все-все вообще все расставить. Здесь нету стиральной машины. А где она, спросите вы? Об этом позже отвечаю вам. Потому что из ванной мы сейчас идем в спальню. В спальне, ну, шкаф, естественно, в той самой ниши, которая, о, слава Господу, предусмотрел-таки застройщик. Здесь целых два метра. Два метра хватит нашей девушки, я думаю. Далее стоит кровать. Кровать полуторка-полтора метра шириной, с одной подушкой, чтобы вы не подумали. Стоит тумбочка, естественно. А в изножье, всем рекомендую, кстати, ставить банкетки, это она и есть. Просто у меня она со скругленными краями. Но, тем не менее, она есть. И, соответственно, на нее удобно положить покрывало, чтобы не бросать на пол. Ну, и когда-нибудь присесть на нее можно будет. Тоже ничего себе так вариантик. Далее, вдоль всего окна стоит стол огромный, с полками в торцах. Таких примеров много на Пинтересте можно найти. Факт заключается в том, что рабочее место должно находиться именно здесь, в спальне. Почему, спросите вы у меня? Ну, потому что девушка либо делает уроки, либо спит. Правильно? И то, и другое не нужно, так сказать, выставлять на показ. То есть, не делать в кухне-гостиной, которая, кстати говоря, и так не очень большая. Поэтому там никаких столов, рабочий стол в спальне. Ну, и теперь самое главное, это кухня-гостиная, которая вроде бы такая милипусечная, но, тем не менее, мне удалось из нее сделать классную, удобную комнату. Смотрите, как кухня стоит вдоль стены. Ну, естественно. Слева стоит холодильник, уже ранее купленный. Справа, около стены, я поставил стиральную машину и спрятал ее под столешницу, но закрыл дверками. А для того, чтобы это получилось, весь кухонный гарнитур я отодвинул от стены. Объясняю почему. Кухонный гарнитур глубиной 60 сантиметров. Чтобы стиральная машина полностью влезла в нишу и закрылась дверкой, нужно 75 сантиметров. Вот поэтому я отодвинул кухню от стены. Но мне это принесло только плюсы, потому что фартук, фартук, у меня теперь получился полезный. Там дверки можно сделать и хранить специи, ножи, разделочные доски. То есть, это дополнительное место хранения. Раз. И удобное пользование. Два. Потому что вот прямо передо мной. Сверху навесные шкафчики, как полагается. Ну, и все с кухонным гарнитуром. Ну, и вообще, надо делать его максимально незаметным. Сливать со стеной. Ну, зачем привлекать внимание. А вот диван, это другое дело. Диван должен стоять посередине. Прямо по оси. Что вертикально, что горизонтально. Вот такой крестик у нас получается. Слева от дивана, то есть, напротив дивана, получается телевизор. Сбоку от телевизора стоит креселка. Естественно, с растениями. Используйте растения в интерьерах. Это всегда оживляет. Понимаете? И природу частичку вносит, так сказать. С другой стороны от дивана стоит стол. А вот это хитрая система. Этот стол повыше изголовья дивана, да, спинки. У дивана спинка, а за ним стоит вот этот вот столик. Он узенький, за ним стоит два стульчика и тоже не прижимаются к стене. Слушайте, студентам вообще нравится сидеть за барными стойками, но это нормальный стол нормальной высоты, который просто за диваном. И можно здесь сидеть, обедать, завтракать, болтать с подругой, смотреть телек. Ну, или просто сидеть за столом. А если вдруг пришли гости, этот стол выносится вот сюда, перед кухонным гарнитуром, вот так раскладывается. И, пожалуйста, большой стол можно и маму, и папу, и бабушек, и дедушек всех пригласить и отметить день рождения, например. Для этого как раз есть красивая штуковина, называется комод, который стоит прямо на входе. Что называется, заходишь, заходи на красоту. Не на кухню, а на красоту. То есть красивый комодик, над которым можно повесить картину с цветами. Или, знаете, вот эти малые голландцы, которые рисовали очень вкусные корзины с едой. Или просто еду. В общем, какие-то невообразимые вкусности, на которые смотришь, и слюнки текут. Поэтому я бы так и сделал. Сюда красоту повесил, и все уже. А если кто-то будет говорить, что что за фигня ты диван поставил посередине, то я вам отвечу. Дорогие мои, мебель должна стоять свободно, если вы хотите ощущения простора. А если вы хотите сожрать весь воздух, который у вас есть, то, конечно, ставьте угловые диваны, впихивайте ее в угол. И не красоты, и не простора. Все. Пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно распространите видео. Всем пока. Да пребудет с вами муза, дорогие мои, и даже хейтеры. Да? Так вас называют. Ну, ничего. Я всех вас исправлю. Да. Всех вам, вам всем удобные планировки. Вы еще здесь? Планировки я удобные делаю, да. Все, все, все на этом все. Всем пока, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok